МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из тени, если закон примут, в Новосибирской области закроют около 900 торговых пивных точек. Гарантии, что они не станут работать по серой схеме, нет. Оценителей качественного продукта хоть отбавляй. Пива не особо много, но особо много его не хочется, зато насаждаешься вкусом, ароматом. На этом предприятии производят устройства для разлива пива. Новосибирский завод на рынке уже 20 лет. Поставляют оборудование не только в города России, но и в Великобританию, Чехию, Ирландию, Испанию. Основные стадии – это стадия проработки бизнес-концепции, бизнес-модели, затем техническая разработка, опытное производство, серийное производство, ну и дальше уже поддержка на рынке. Детали для устройства производят здесь же. Полный цикл, высокие технологии и современное оборудование. На предприятии работает порядка 300 человек. Разработчики, программисты, токари, сборщики. Тестируют устройства на 100-150 тысяч циклов. В этом парке термопластов из вот такого прочного современного пластика производят детали, которые идут в основу устройств для разлива. Такой материал очень прочный, не уступает ничем металлу и по сохранению качества продуктов гораздо надежнее. Эксперты говорят, если закон примут, мелкие точки закроются, либо уйдут в тень. Часть индивидуальных предпринимателей станут ООО, а это приведет к лишним тратам. По всей России десятки тысяч представителей малого бизнеса. У нас в любом случае очень гибкая экосистема, и люди, конечно, будут искать какие-то выходы. Но то, что это однозначно, это серьезный удар по очень многим нашим, в том числе клиентам, потому что мы тоже получаем обратную связь в этой связи, и, конечно, многие хватаются за голову. Малый бизнес – важная составляющая экономики в нашей стране. Пока законодательную инициативу отложили. Однако пенный напиток уже к лету 2017 года смогут продавать только юридические лица, и П это будет запрещено, если инициатива найдет поддержку в Госдуме. Алексей Кузьмин, Константин Менин, Новости ОТС. Спасибо.